В Кумиртау желающих окунуться в крещенскую ночь в прорубь из год и год становится все больше. Не дожидаясь полуночи, самый нетерпеливый снимает с себя одежду и один за другим спускается в ледяную купель. Впрочем, продрогшие от холода купальщики не выглядят несчастными. Горожан близ купе или десятки. Кто приходит по одиночке, а кто семьей. Если не купается, то поддерживает друзей и близких, чтобы в нужный момент подать полотенце или теплую куртку. Считается, что крещенская вода полезна. Окунешься в прорубь три раза и не будешь болеть весь год. Холод и ледяная вода никого не пугают. Верят, время это священное. И как ни один уверяет, что случиться ничего не может. Ведь на берегу Старого пруда скоро и спасатели дежурят постоянно. К счастью, их помощь в крещенскую ночь никому не понадобилась. Случаев, слава Богу, нет. Мы надеемся, что люди адекватные сюда ходят и случаи не произойдут. Будем надеяться на лучшее, что наша помощь и скорой помощи не понадобится здесь никому. Кто-то из купальщиков, намереваясь окунуться в прорубь, старается следовать традициям. Кто-то идет с Верой, кто-то за компанию. Но и те, и другие с восторгом выходят из купелей. Скажи, что твои ощущения? Отличные. Что ты чувствуешь от себя? Холод. Нормально все, отлично, мне понравилось, все хорошо. Очень рад мероприятию, такому празднику. Сам крещеный, поэтому решился на это. Первый раз или уже? Первый раз, первый раз. Дальше будешь продолжать, следующий? Да, вон с друзьями, так же, по всей души, когда так же буду делать. Что ты сейчас своему другу посоветуешь, уже побывав там? С Богом. Хочу сказать большое спасибо организаторам, все очень прекрасно, все понравилось, прорубь, красиво сделали, освещение сделали, красиво, самое главное. Большое спасибо. Не холодно, замерзли? Нет, отлично, отлично. Что чувствуете? Чувствую молодость. А вот стоит ли лезть в ледяную воду или остаться дома в крещенскую ночь, каждый решает сам. Но раз в этот день было столько желающих окунуться в прорубь, может и правда есть в это время что-то священное. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.